Сегодняшние подарки вам понравились? Там внутри ещё что-то у вас есть, правильно? Наверное. А в подаренных девчонкам рюкзаках оказались ещё и письменные принадлежности, а также дневник и тетради. Этот приятный сюрприз Дарье, Софии и двум их маленьким сестрёнкам, которые вот-вот пойдут в первый класс, сделал председатель парламента Карачао-Черкесии Александр Иванов. Маленьким принцессам такой подарок пришёлся по душе. Они тут же принялись примерять и рассматривать обновки. Хочу пожелать хорошей учёбы. С наступающими вас всеми нашими Днём Знаний. Хотя ещё время есть, можно ещё и отдохнуть. Лето, каникулы. Ну давайте, хорошего настроения, чтобы всё у вас получалось. Для каждого ребёнка, особенно первоклассника, начало учебного года и подготовка к школе – очень важный момент. Поэтому Мария Алексеевна старается порадовать деток красивыми и полезными вещами, интересными школьными принадлежностями, удобной обувью и комфортной школьной одеждой. В этом году многодетной маме надо подготовить к учебному году четырёх своих принцесс. А это весьма непросто, учитывая, что сейчас большая семья Поповых готовится к новоселью. Сейчас для нас это, конечно, помощь ощутимая. В качестве рюкзачка всё-таки. В школе собрать сейчас очень дорого, на самом деле, выходит. Поэтому ребёнок минимум выходит в 30 тысяч собрать в школу. Это одного. Вот получается, у четверых собрать – это больше 100 тысяч надо. К тому же многодетной маме сейчас приходится справляться со всеми бытовыми трудностями одной. Ведь её старший сын и муж защищают родину в зоне СВО. Благо, что государство оказывает семье всестороннюю помощь. Конечно, мы ощущаем поддержку и помощь. Более того, на данный момент сейчас каждой семье представлен социальный работник, который как минимум два раза в месяц интересуется. Может быть, нужна какая-то помощь или ещё что-то. Но мы пока, правда, справляемся своими силами. Спасибо большое. Что же касается акции «Собери ребёнка в школу», то проводится она не первый раз. В прошлом году вместительные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями получили более 700 школьников Карачао-Черкесии. Это дети с особенностями здоровья из малообеспеченных семей, дети погибших военнослужащих, а также дети бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады, принимающие участие в спецоперации. Также наборы направлены ребятам, приехавшим из новых российских регионов. Порадовать детей спешат депутаты всех уровней, Общественный совет МВД по Карачао-Черкесии и благотворительные фонды. И просто неравнодушные жители республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова